добрый день коллеги с вами саков роман компания брау маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня у нас 1 мая поэтому поговорим о том как закрылся апрель что у нас ждает по рынку нефти ну и в целом какие события актуальны на сегодня и так всех приветствую еще раз перед началом напомню не забудьте поставить лайк если вам нравится данное видео и ваш вопрос оставляйте в комментариях ну сегодня 1 мая всех также пользуюсь лучших поздравляю с праздником труда во многих странах сегодня выходной поэтому количество участников сегодня меньше сегодня как раз самое время обсудить стратегию целом и инговой что означает закрывай сделки в мае и уходим апрель двадцатого года это лучший апрель с 1987 года ну мы с вами понимаем то что рынки крайне сильно упали на предыдущий месяц ну и соответственно придавал на этого рост но это это даже не стратегия да как таковая а фактически закономерность которую мы наблюдаем на рынке после мая начинается спад на фондовом рынке многие из участников фиксируют свои прибыли кстати сегодня по моей системе появился сигнал на шорт по s&p 500 посмотрим насколько это сработает а теперь давайте поговорим о текущей ситуации и немного статистики по поводу стратегии продавай в мае и уходи как мы с вами видим то комбинация этих шести месяцев а именно с мая по октябрь является наихудший для фондовый индекс s&p 500 то есть среднем мы видели прирост только на полтора процента за эти шесть месяцев все остальные комбинации они соответственно выше самое результативное это время с ноября как раз по апрель а также если мы с вами посмотрим на еще одну информацию то не все не каждый май до давал отрицательный результат как мы с вами видим только семь из восьми ну точнее семь из восьми стратегии по торговлю в мае были отрицательны то есть фактически прошлые года мы видели определенный прирост и соответственно сейчас очень большой вопрос как же это произойдет уже непосредственно в этом мае когда предшествовал довольно таки активный спад и на текущий момент ситуация развивается довольно таки интересно на фоне пандемии и на фоне общего экономического спада а ну а также уже вчера появились новые новости из из белого дома президент сша донород трамп заявил что видел доказательства того что коронавирус был разработан в уханьском институте вирусологии на пресс-конференции в белом доме он сказал что власти китая либо не смогли остановить распространение вируса либо решили что не стоит этого дела сейчас распространяются также слухи о том что трамп думает чтобы отменить облигации сша который находится у китая а это чуть больше одного триллиона долларов естественно риторика в данном ключе может привести к осложнению отношений с сша с китаем китае сейчас является важным подсвечком медицинского оборудования сопутствующих товаров поэтому ожидается что подобных мер не будет происходить но по крайней мере доме это ослабление распространение пандемии и фактически на одном из данных моментов мы также и видели снижение по индексу снг 500 вчера ну а сегодня уже также к новости которая важна последнее время это нефть странный опек плюс 1 мая сокращает добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки договоренность об этом была достигнута две недели назад соглашение о сокращении добычи первоначально будет действовать два месяца до 30 июня ну а следующее заседание стран членов опек плюс который пройдет онлайн будет проходить 10 июня на нем будет решаться что делать дальше последние месяцы цены на нефть мире упали поскольку спрос на нее снизились из-за пандемии коронавируса также напомню что сегодня и соответственно сегодня первый день месяца вчера мы видели довольно таки активное движение по нефти ну теперь давайте посмотрим что у нас происходит на текущий момент по основным инструментом на самом деле сейчас происходит смена тенденции по многим активам я поставил достаточно большое количество отложенных ордеров ну и вот сейчас давайте об этом поговорим начнем мы с евро доллара здесь пока тенденции не поменялось здесь мы видим продолжение роста сегодня мы вновь обновили локальный максимум именно тенденция восходящая по евро здесь сохраняется целевые ориентиры по данным восходящему движению эта область 10995 это как раз локальный максимум который мы видели в середине апреля от которого мы можем увидеть и движение по нисходящей соответственно здесь пока позиция у меня не открыто здесь сохраняется движение восходящее по данному инструменту поэтому если находитесь покупках по евро то их имеет смысл продолжать держать а по фунту точно также мы подошли к области сопротивления середины апреля от 126 45 пока не смогли преодолеть данное ценовое значение и соответственно сейчас продолжается движение восходящее значение но перешло вновь восходящее я напомню что здесь я открывал сделку по британской валюте вышел вчера как раз на обновление локального максимума а 28 числа то есть за данный максимум я стоял стоп лосс но собственно здесь видно то что дальше движение было еще сильнее то есть не имело смысла я в любом случае держать данную позицию на убыточной поэтому из продажи здесь я вышел но и буду смотреть дальше как ситуация будет развиваться а по паре американский доллар канадский доллар здесь мы переходим фазу восходящего движения как раз вот от области поддержки которые мы видим на уровне 138 69 произошло отбитие и цена пошла в рост по американскому доллару соответственно сейчас я получил сигнал на то что можно искать покупки да то есть сейчас можно покупать с точки зрения моей торговой системы но соответственно вопрос где к этой сделке присоединиться я поставил отложенный ордер по 139 19 возможно открою руками часть объема а при подходе к области 139 62 но вот то есть сейчас нужно выбрать оптимальную точку для входа потому что сейчас а если войти по текущим ценам то ближайший ориентир движения это на сто восемьдесят шесть пунктов а стоп лосс здесь получается 160 то есть отношение один к одному то есть данном случае сделка не столь интересно поэтому тут я постараюсь для себя выбрать наиболее оптимальный момент чтобы присоединиться как раз данной позиции поэтому здесь я буду ждать коррекции вот после этой коррекции уже позиции присоединились но также важно чтобы эта коррекция произошла сегодня иначе уже данный сценарий будет отменен а по паре американский доллар японская иена здесь мы также перешли фазу восходящего движения пара американский доллар иена повышается вчера мы смогли закрепиться как раз выше максимальный значение которые мы видели 29 числа ну собственно вчера был как раз получен сильно то что можно искать покупки я не входил точно также в сделку по рынку и вот у меня стоит отложенный ордер которым сейчас цена как раз корректируется как раз опускается в область то 673 и вот по этой цене опять же с точки с точки зрения соотношения риск прибыли у меня было бы интересно присоединиться к данному движению данной позиции поэтому здесь я жду вот данного снижения еще остается буквально там несколько пунктов порядка десяти пунктов и данном случае позиция будет будет открыта но фактически сейчас ситуация она позволяет войти и по текущей цене то есть ну здесь мы можем открыть сделку и сразу но пока давайте до конца пройдемся по всем инструментам потом я вернусь доллар иене если она будет чуть ближе то откроем сделку по рынку по австралийцу а здесь мы тоже перешли фазу нисходящего движения здесь мы находились на критические значения по австралийцу поэтому здесь уже коррекция назревала собственно сейчас точно такая же картина сигнал на поиск продаж здесь есть поэтому теперь вопрос где присоединиться я поставил отложенный орден на 6537 в данную область коррекцию я буду ожидать если цена сюда вернется то я по хорошей цене войду в данную позицию а по новозеландцу точно такая же картина переходим также в фазу нисходящего движения но здесь я отложенный орден поставил чуть меньше взял чуть меньший объем для данной позиции поэтому здесь я ожидаю возврат как раз область 61 6130 и вот оттуда уже буду искать непосредственно продажи по данному инструменту а золото продолжает снижаться сегодня мы уже также обновили локальный минимум торгуемся ниже отметки 1680 81 доллар за тройскую унцу и здесь мы видим продолжение как раз нисходящей формации то есть ну тут пока нужно смотреть где остановится это снижение то что сейчас она сохраняется это мы с вами видим уже по графику на индекс дак вчера закрылся снижение то есть фактически мы видели локальный максимум на 11 1334 один закрылся на десять тысяч семьсот пятьдесят три снижение составил порядка пяти пунктов но от локальных максимумов дня так снижается из-за более негативных данных снижения по ввп еврозоны и соответственно сегодня у нас выходной в европе поэтому здесь дак сегодня не торгуется ну мы можем предполагать что понедельник для дакса отправится откроется также в негативной зоне но и фактически если мы уходим ниже данных целевых уровней которые мы видели в пятницу также продажи по даксу открывается вот по s&p 500 как раз уже мы перешли фазу нисходящего движения по фьючерсу на s&p 500 соответственно здесь для меня также открывается возможность поиска продаж сегодня мы торгуемся уже ниже минимумов которые были сформированы вчера в локальный день соответственно здесь теперь вопрос опять же где к данному данной ситуации присоединиться и где здесь войти в сделку соответственно тут я буду ждать коррекцию а возможно также открою сделку руками возможно открою чуть меньше объем а в зависимости от того опять же как будет происходить сегодня торговлю но в целом в целом идея как раз продавать и сейчас она меня здесь тоже вырисовывается и выглядит довольно таки интересную сигнал на продаже получен ищем теперь точку для входа а по нефтемарке бренд вчера концу торговой сессии мы видели на рост бренд закрылся ну примерно на локальных максимумах сегодня мы сейчас немного корректируемся но моя сделка по vti вчера я также вошел по vti на коррекции которая происходила и буквально на следующий час уже цена вновь пошла в рост сегодня мы навели локальный максимум сейчас несколько корректируемся поэтому по данной ситуации я сделку по нефтемарке бренд держать я продолжаю не буду оставлять на выходные так как здесь я открыла сейчас своп напомню довольно таки большой и вот ну никогда не обращал внимания но вот уже один из слушателей наших выпусков мне также напомнил о том что своп по нефти начисляется в тройном размере с пятницы на понедельник поэтому здесь для той позиции которая мне открыта своп составит ну достаточно большое значение то есть это порядка половины процента депозита но отчеты которые я сейчас располагаю в данном случае для данной торговли и соответственно эта сумма довольно таки большая поэтому я подожду как цена будет торговаться если вы будем видим еще один рывок вверх то собственно закрою сделку ближе к концу дня но и не буду переносить на выходные а на следующей неделе возможно открою новую позицию то есть вот тут тоже буду присматриваться сегодня по нефти ну и теперь давайте вернемся как я и говорил по паре доллар иена но пока вот не буду здесь ничего менять пока оставлю отложенный ордер там где он стоит и собственно подожду еще какое-то время сможет ли цена опуститься до данного ценового значения или нет для того чтобы открыть данную позицию ну а на сегодня это все всем желаю хорошего завершения торговой недели надеюсь что в ваших городах а уже тепло ну мы с вами понимаем что нужно соблюдать режим самоизоляции лучше лишний раз не выходить на улицу не а собираться большие группы для того чтобы не провоцировать дополнительное распространение вируса но тем не менее надеюсь что солнечные дни принесут больше позитива в эти дни не самое приятное да для нахождения дома поэтому сегодня всем спасибо большое за внимание не забудьте поставить лайк если вам нравится это видео а мы с вами увидимся уже в понедельник и посмотрим как откроются рынки и что нас будет ожидать всем хорошего дня спасибо и до свидания